Всем привет! Ну что, хочу вас вести небольшой курс дела, о чём будет это видео. В общем, 14 и 17 числа у меня предстоит два старта в Финляндии, на которые мы сегодня выдвигаемся. Наконец-то я получил визу, получил её буквально пару часов назад, поэтому наше путешествие предстоит на авто, другого пути и способа добраться быстро до Финляндии у нас нет, поэтому мы прыгаем в машину, делаем страховку, которая нужна Финляндии, и мучим на всех порах туда и надеемся успеть до завтрашнего старта. Поэтому давайте до встречи в Финляндии, надеюсь, наша дорога будет удачной, и я постараюсь снимать для вас весь контент, и что меня сейчас не сажут мухи, поэтому всё, давайте всем пока, смотрите, с вами новый видеоблог из Финляндии. Осталось 10 часов, надеюсь, завтра будут многие дни и дерьмо полное после дороги, но в целом я постараюсь сидеть на вот этом кресле и вот питаться вот так вот, чтобы всё было хорошо. Пока что маршрут такой, мы едем с Москвы в Питер, из Москвы, с Питера в Финляндию, Джейнсу, завтра там соревнование 14-го, я, по-саде, 100 метров там побегу, о которых я узнал только пару дней назад, ну, ничего, и с 17-го я побегу барьера в каком-то другом городе, там неподалёку, километров 200, мы поедем туда, поэтому такой мини-трип по Финляндии. Вы понимали, мы выехали уже 2 часа в дороге, и перед этим сдали тест, то есть мы ещё не знали, что у нас, ну, предполагали, конечно, что всё окей, ну, всё, наконец-то пришёл тест, он отрицательный, и можно со спокойной душой ехать уже на соревнования дальше, да. Осталось пройти границу без всяких проблем в целом. Наверное, всё. И завтра выступать на соревнованиях. Такие дела. Почти в Питере на заправке. Знаете, чё взял? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже идём в углу, это шум. Потому что нас не пускают на границу. На российской границе. Нас просто не попускают на российской границе. Чё пиздяки. Чё пиздяки. Очко полнейшее. Я долго, я много думал, что может произойти какой-то херни. То, что, блядь, русская сторона не пустит нас в Финляндию. Это было последнее, о чём я думал. В общем, ждём утро. Уже утро. И мы ни хуя не в Финляндии. Что случилось? Вначале нам сказали, что граница финская закрыта. Мы вас пустим без проблем русская сторона. И вы не будете никаких иметь проблем у нас. Но за то, что будет делать в Финляндии, мы не отвечаем. Так как время было уже 12 часов ночи. Но в итоге получилось всё наоборот. Нас не пустила русская сторона. Скорее всего, финны бы нас пустили без проблем. Как так получилось? Есть новый закон, который, оказывается, говорит о том, что если ты едешь на машине, куда-то ты спортсмен, тренер, там, и ты должен иметь запрос от какой-то организации, в которой ты работаешь или занимаешься, в ФСБ и вот эту пограничную службу. Но, как говорится, об этом узнать, не знаю как. Только приехать сюда и понять, что она нужна. Ну вот, сейчас будем как-то пытаться заехать с утра. Если нет, то уже, не знаю, остаётся просто уехать в Питер обратно и лететь на самолёте. Либо просто уехать в Москву, ну это прям жесть. 10 часов туда просто так, чтобы развернуться на границе, это такое себе. Допустим. Ну, как-то так. Время 8. Сейчас ждём некого документа, который, возможно, нас устроит и пропустит туда. И дальше я уже что-нибудь расскажу, если что-то изменится. Пока что всё не очень удачно складывается. Соревнования там через часов 9 уже начинаются, но мы ещё всё не в стране. А вот и присоревновательная разминочка поехала. Неплохо так. Чисто на асфальтике. После ночи в машине. Ради чего? Ради того, чтобы просто повыступать где-то, но не в России. Такая жизнь спортсмена. Не всегда всё просто и легко, но, наверное, это того стоит. Путешествие продолжается. Чё происходит, непонятно никому просто. Особенно на моей спине, которая сегодня спала вот так вот. В Лексусе спать супер неудобно. Да потом-то было удобно, когда ты разложил меня волосы. А ты чё можешь шоколадку дёшь? Прикольно. Ты готовься к нему, да? I don't know. Реально, не знаю. Вот так вот ждёшь долго-долго-долго соревнований каких-то, чтобы поехать к нему. А по итогу приезжаешь, тебе говорят, не, братан, нельзя. Законы в Российской Федерации так построены, что нельзя. Нужны, блядь, бумажки какие-то, ссаны. Где их взять, никто не знает. Вот так. Ладно. Шанс какой-то остался, надеюсь. Без приключений никуда. Но... Я уже привык к этому. Да? Привык? Чтоб всё через какую-то очагу, блядь, получается. Большущее просто. Как же всё сложно. Самое тупое, что ты не можешь ничего, блядь, сделать. Ты начинаешь кому-то звонить, кто-то делает, кто-то кому-то звонишь, тоже толком ничего не понимает. Потому что, блядь, наши русские, блядь, правила, по-моему, вообще, блядь, никто не понимает нигде. Ковид, блядь, ПЦР-тесты, вакцины, блядь. Они даже ПЦР-тест не спросили. Вакцины даже, которые, блядь, не работают в Евросоюзе наши. Нахуя не нужны? Они, блядь... Время 10 часов, а мы ещё до сих пор даже не заехали в Финляндию. Я не знаю, заедем или нет, потому что сейчас я стою на середине границы России и Финляндии. Вот. И я надеюсь, что всё будет хорошо. Вот Артёма до сих пор нет, ребят. Что? Почему мы такие везучие с Артёмом? Особенно Артём. Артём просто вот невезучий вообще. Вот тот ещё невезучий. Это просто нечто. Я считаю, что два проходили границы, у меня ещё была печатка в дате. Это просто такой геморг, блядь. Мы её прошли, и остался последний рок, это граница Финляндия. Я надеюсь, там уже никаких сюрпризов не будет, и мы сейчас быстро её пройдём, пойдём в отель, отдохнём, хоть чуть-чуть поедим. Начинает разминаться, потому что ему бежать через 6 часов, через 7 часов. 100 метров! Какие ставочки, Заяц? Я ставлю на... 11 часов. 10.57. Ладно, 10.65, ты должен... Время 11 утра, 14-ое число, через сколько, 5 часов соревнования, мы наконец-то заехали в страну. 5 часов где-то осталось до соревнований, мы ещё в дороге, 6, 6. В 6 вечера забеги, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, осталось ехать. Это сделаем. Отсток, покорена. Спасибо огромное ребятам, двоим из российского борда. Они так нам помогли, они нам распечатывали, перепечатывали всё по 2 раза. Просто такой респект. Если бы не они, мы просто вчера бы ещё поехали домой, и всё бы на этом закончилось. То есть они дали просто огромную надежду. Чуваки на границе просто, если вы это вдруг как-нибудь, когда-нибудь увидите, вам просто... Огроменный респект Рахмет. И всё-всё-всё. А чё так быстро? 400 метров. Не, мы не торопимся. Мы вообще не торопимся. Ни разу. Ни разу мы за 2 дня не торопились. А теперь слушаем звук просто. Вот наш хотл. Это сам маршрута. Осталось 50 метров. Спустя пару суток мы на месте. Это просто жопа. Но ничего, сегодня первое соревнование, поэтому всё окей. Мы наконец-то в нашем ходовом. Здесь мы можем лечь. Это была самая ужасная ночь. Собрались. Сейчас будем выходить. Пойдём на стадик. Стадион, судя по фотографиям, прикольный. Обязательно покажу его. Собралась? Нет. Приехали. Думаешь? Ты не рад, что ты принял такой тяжелый путь. Приехал, бежал 100 метров. На месте, на стадионе. Просто посмотрите, насколько круто организовывают соревнования. Стоят различные будки с едой. Там чуваки играют в какую-то игру с шариками. Уже подходит довольно много людей, хотя ещё до соревнований часа два. Всё просто сорит каким-то праздником, что ли, хотя старт довольно не большой. Тут не платят каких-то огромных денег. Но как всё сделано и какая создана атмосфера. Это я говорю не просто вот зайдя только на стадион, ничего ещё не видев. Это очень круто. Это прям кайф. Коротко о том, как вывозят барики на стадион. Первый вимер. За ним ещё один бимер. Это самая любимая попочка на свете. Левина самые неспимые ножки. Это такой какие-то скажем что о чем в мире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень странные чувства, вроде не совсем уж все и плохо, но чувствуется, что за эти три недели потеряна просто уйма. Но я думаю, есть месяц впереди, чтобы это все вернуть, и вернуться это должно все очень быстро. Поэтому мы после забега идем делать небольшую тренировку, и 17-го числа, я думаю, на барьерах уже будет состояние немного лучше. Сегодня, конечно, очень странно. Разминка была, не сказать, что плохо, но на самом старте ноги супер мягкие, прям какие-то вареные, но не знаю, посмотрим, что будет дальше. Идем вперед, так вперед. Я думаю, скоро будет все лучше. Давай, давай! Давай, Костя, пошел! Пошел! Пошел, красиво! Это видеоблог. Это Котя. Это ее сангличи. Гостиница просто бомба. Судя по всему, мы в каком-то общежитии. Нормально. Нормально. А почему у нас нет? А, самим заправлять. Нормально. Сейчас будем заправлять самое любимое занятие. Тут хотя бы не жарко. Ну да, кстати, что вы понимали, я только что открыл окно. Оно, блядь, не открылось. Суп, так и есть. Борщ. Очень вкусный. Попустивный завтрак. Общий. Борщ. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня день старта Пошел Какой-то Пошел, короче, побегать немножко У нас утро, 11 часов Потрусит, размяться Потому что пару дней ноги что-то были вообще в каком-то суперстранном состоянии Все болело, все натянуто, пережато Сегодня уже лучше, я думаю, к вечеру вообще будет все идеально И все сложится хорошо Мы увидимся уже на разминке Смотрите, ставьте лайки И подписывайтесь И будет больше влогов Едем на соревнования Наконец-то дождались Два дня ждали Теперь Едем биться Следующее вещание уже будет крестик Все снимает с места битвы Поэтому давайте на встречу на дорожке Надеюсь, все получится хорошо Конечно Bye Все уже идут на стадио Старты, макаринка, heartless sprints Спасибо Спасибо Получили старт пак Тебе Короче, на этом старте, к сожалению, суперразминочной зоны не оказалось Разминаемся вокруг стадиона кто где может Поэтому наш лес, вот этот вот Я так понимаю, будет Вармап зоной Поэтому пойдем уже разминаться Потому что через час уже каурум начинается Я так понимаю, выводить уже будут даже через час Дадут размяться чуть-чуть на самом стадионе Побегать барьеры Поэтому идем Бегать и разминаться Песня Уже столько болельщиков, все-то соревнования начались. Там уж, конечно, немного, но это вип-трибуны, я думаю, сейчас еще добавится. Вот главные болельщики. Очень прикольно, что все стадионы адаптированы по тому, чтобы направлять их туда, откуда дует ветер. Соответственно, стадионы бегут сегодня вот от чудо, 610. Прыгать там. И... 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 Тänään ей наosta ennityskorkeuksiin, mutta kiitos... Tuо suurin, se on hankalampi tuonne pieneen kuoppaan sitten tyrkätä. 110 metriä tunnelmia ennen näiden kisoja löytyy hänelle hyväksi kirittäjäksi. 13,6-1 tällä kaudella. Ja täältähän löytyy sellainen mystinen käsiaika. 13,3 lakaan luokkaan, mutta joka tapauksessa kelpo meni ja siinä lakkaa kirittämässä. Макаренко. Palupaikka toki tulee, mutta miltä näyttää ja mikä on aika. Siinä aitaa, yksi aita kaatuu, lakka toinenkin ja heittää linjaa yli. 13.68 mittarikertaa Tuomas Sanolakan alkuerästä. Selänet tuli matkan varrelle, lähtö oikein hyvin ja puhtaan näköistä itemista viimeisessä harjoituksessa, mitä voi tuolla myös seurata Elmon Instagram-sivulla. Siihen tulee yhtä aitaa, pikkukolhuja. Tähän tuli jopa pohkeel, tähän kymppiaitaan, eli Toyota. 6 tuo Juhanssonin työnteli, parantaa sentin. Sitten löytyy Artin Makarenko, kuten Alkuera juoksussa. Venäläinen juossut lähelle ennätystä tällä kaudella. Ja Arttu Saari ennätys jo Alkuerissähän löytyy sitten täällä. Tämä joukkue sinne koko naisuudessaan siirtyy vaiheittain ja sitten sieltä siirrytään toki jonkun sen hetken aikana. Oli kyllä tosi luottavaa se, itse luottamusta uhkuva oloinen. Santa Huhtokalliokulju, Sevler, Lakka, Makarenko ja Saari. Noin, tuosta ensimmäisellä matkaa Turkkilainen saa paremman lähde kuin Lakka. Hänen rinnallaan kaksikko irtautuu muista selvästi. Turkkilainen vielä edellä, Sevler johtaa Lakka. Pystyykö saamaan rytmiä kiinni, siirtyy rinnalle, hakee voistoa. Ja mikä on aika, ykköspaikka aja siihen koskee aitaa, ottaa voito. 13.51, se on ihan ok aika Lakalle tähän juoksu. Kyllä, kyllä, kelpaa eristää nyrkkiä, vaikka sitä vähäaita osumaan tulee. 29, erittäin hyvä tilanne, hyvä kenraali. Kaksikko siis tämä juoksu ykkönen? Siihen viimeiseen aitaan, ja ai ai siellä tulee. Voi olla, että finaali pysyvät pysyvät. 13.95 ja seuraavaksi finaalia. Se, mitä haluaisin, mutta sillä tavallaan katsotaan, että haluaisin, 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 että haluaisin. Haluaisin. конечно себя проявить здесь хотя бы даже бежать все просто происходит последнее время очень печально главный вопрос всего этого что делать дальше продолжать сезон или заканчивать и готовиться дальше просто максимальное непонимание что происходит с организмом как он вообще реагирует на нагрузку я ничего не делаю делаю какие-то легкие тренировки у меня все прихватывает очень странно очень крутые соревнования и очень дерьмовый я но в общем будем думать что делать дальше я все-таки надеюсь попробую три недели еще потренироваться и уже решать стоит ли завершать или продолжать сезон нас понять насколько вообще возможно вылезти из этого дерьма под названием постковидные приключения но пока что тело просто отказывается что-то делать на разминке вроде что что-то ты можешь когда ты бежишь я финале даже блять просто на последних барьерах мне кажется у меня сил не было поднять ноги у меня просто организм забыл как это делать в общем такие новости к сожалению поездка закончилась не на очень удачной ноте но это жизнь это спорт дерьмо случается к сожалению у меня очень часто короче много мыслей не знаю не знаю на самом деле сидел дальше будем спасибо что смотрели этот видеоблог надеюсь он был интересным может быть дальнейшее время я расскажу о моей подготовке дальше буду ли делать не буду не знаю до новых встреч всем спасибо всех обнял кто болеет переживают огромное спасибо за поддержку